Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Апостольский собор в Иерусалиме После вознесения Господа Иисуса Христа на небо, Его ученики, апостолы, разошлись с евангельской проповедью. В первую очередь учение Христова распространялось среди иудеев. Но некоторые из апостолов стали проповедовать Божественное Слово и язычникам. Когда уже многие из них уверовали, между христианами возникли разногласия. Как повествуется в книге «Деяний святых апостолов», некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Христиане из Иудеев стали утверждать, что обращенные из язычников должны строго соблюдать обрядовый закон Моисеев. По их мнению, язычники, прежде чем стать христианами, должны быть обрезаны. Но среди христиан было много несогласных с этим мнением. Возникший спор грозил Церкви разделением. Антиохийские христиане обратились к находившимся в Иерусалиме апостолам и пресвитерам. А те решили собраться для рассмотрения этого вопроса. Это был первый собор молодой христианской церкви, состоявшийся в 51 году по Рождестве Христовом. Он вошел в историю как апостольский собор. На соборе с речью выступил апостол Петр. Он сказал, что был первым, кто по повелению Божию проповедовал язычникам. И Господь, очистив сердца их верой, даровал им Святого Духа, как и нам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? «Но мы веруем», – заключил свою речь апостол, – «что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Речь Петра произвела глубокое впечатление на собравшихся. Однако, как показывает дальнейшая история Церкви, лжеучение иудействующих не было искоренено сразу, и еще долго волновала Церковь Христову. Но здесь, на собрании, оно было побеждено словами Петра, и поборники учения затихли. В подтверждение слов Петра, апостолы Павел и Варнава рассказали собравшимся о знамениях и чудесах, которые Бог сотворил через них среди язычников во время их миссионерского путешествия. Завершающую речь произнес на соборе апостол Иаков. Ему, как предстоятелю Иерусалимской Церкви, и вместе с тем, как председателю собора, принадлежало последнее слово. «Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников», сказал апостол. Святой Иаков предложил освободить обращающихся из язычников от исполнения большинства обрядовых требований закона Моисеева и предписать им уклоняться лишь от того, что противно духу христианства. Уверовавшие язычники должны были воздерживаться от оскверненной идолами пищи, то есть от вкушения мясоязыческих жертв, приносимых идолам, от блуда, то есть сладострастия во всех его видах, требование особенно важное, потому что грех этот был самым распространенным в языческом греко-римском мире. Не употреблять в пищу удавленины, то есть мясо животного, умершвленного через удавление, и в котором осталась его кровь. Последним требованием к христианам из язычников было не делать другим того, чего они не желают себе. Предложение святого Иакова было единогласно принято апостолами, пресвитерами и всем обществом. Резолюцию собора изложили письменно, и запечатлев словами «Изволяся Духу Святому и нам», послали с доверенными лицами силой и Иудой в Антиохию. Туда же направились апостолы Павел и Варнава. В послании высказывалось порицание тем, кто требовал от бывших язычников обрезания и соблюдения всего обрядового закона. Выражалась похвала Варнаве и Павлу как людям до самопожертвования преданным Господу. Именем Духа Святого в послании заповедовалось исполнять только те требования, которые были предложены святым апостолом Иаковым. Итак, отправленные пришли в Антиохию, завершая свое повествование об апостольском соборе книгодеяний. И, собрав людей, вручили письмо. Прочитав его, антиохийские христиане возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила преподали наставления братьям и утвердили их в истине. Сила остался в Антиохии, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава продолжали свое благовестие в Антиохии. Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Продолжение следует...